Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 и Господа, поэтому мы всегда находясь под руководством, под чутким руководством Духовного Учителя. Поэтому тенденция служения Духовному Учителю Вашнавам, вы должны развивать своим сердцем, когда вы принимаете то есть, прежде чем Гурудев утром встанет, вы должны встать раньше, вечером, когда он пойдет ко сну, вечером, вы должны лечь позже, чем Гурудев, и не делать ничего, то, что был разрез желанием Духовного Учителя, думать о Гурудеве, о служении Гуру Сева. И служа Гурудеву и Вашнавам, вы сможете достичь всего духовной жизни. Далее, Ширам объясняет, что преданные, которые служат мне, они не являются преданными вообще Бхагавана, но те преданные, которые служат Даса-Даса-Ну-Даса, они являются моими дорогими преданными. Поэтому, воспевая славу Господа, это является ангой Бхакти. Когда прославляется деяние Господа, это все приходит благоприятное для нас. А что, в чем заключается благоприятное для нас? Когда язык, он начинает автоматически, спонтанным образом рассказывать Харикадху, но не мирские разговоры про Джалпа. Почему? Потому что, если у Вас нет тенденции рассказывать Харикадху, то тогда обязательно Вы будете говорить на посторонние мирские темы. Потому что Бхагаван и Харикадханю, она настолько благоприятна, она очень благоприятна для нас и для всех остальных, людей, которые Вас окружают. Чина Прохопат, он объясняет, что такое Гаудия Мат. Гаудия Мат является там, где постоянно рассказывают Харикадху. И поэтому огонь преданности, он разгорается. Это является целью Матхи. Когда Вы находитесь в Матхи, изучаете ли Вы выводы священных писаний, шлоки. Вы должны изучать с утра до вечера, слушать также Бхагаван и Харикадху. И изучать шлоки, выводы священных писаний. И также прославлять деяния Господа. А иначе Вы будете прославлять деяния Майя. Шлока Прохопата далее объясняет. Амар Акьяй Гуру Хайя Тарап. Маха Прохопат, он обратился к Нитинаду Пробу и Харидасу Дакуру. Мой приказ Вам. Вы должны проповедовать, даровать наставления Господа. Вы должны пойти от двери к двери, обращаясь к Нитинаду Пробу и Харидасу Дакуру и просить обикше. Что такое бикши? Баджа Кришна, Кара Кришна, Бола Кришна. Слушайте о Кришне, совершайте Баджана Кришне. Слушайте о Кришне. Шичитане Мхапрабо, он послал проповедовать. Также Шичимат Бхактеса в Сарате Прохопата, он говорил всем последователям, ученикам, что вы должны идти от двери к двери. Как человек родов, когда он жил в Макуре, он давал наставления Брамачаре, чтобы они шли, собирали бикшу и шли от двери к двери и под предлогом бикши проповедовали, рассказывали Харикапу. Это не только для того, чтобы собирали бикшу, это не был единственный путь, целью слушать Харикапу, рассказывать Харикапу, проповедуя, собирая бикшу. Это был путь проповеди, о котором Шилагурдев говорил. Это не только просто процесс собирания бикши, Шилагурдев часто говорил. И также, когда Прикрама заканчивается, Шичимат Бхактеса в Сарате Прохопата обращаясь, говорил в последний день, что в следующий раз, когда вы вернетесь, вы должны вернуться не в одиночество, и вы должны привести с собой как минимум десять преданных. Поэтому вы должны проповедовать, рассказывать Харикапу, прославлять Шинавады Патхаму, Вридавана Паму. И когда вы будете рассказывать Харикапу, что произойдет, постепенно, постепенно, медленно, медленно, Шичитане Махапрабу, также говорил об этом, в чем, в чем, что когда время придет, о чем говорит Шичитане Махапрабу, придет время, когда Харикапу обо мне будут говорить в каждом уголочке этого материального мира, и все счастливы будут повторять святые имена. Харикришна, Харикришна. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама. Что это было? Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама. Это желание с чечетанием, когда Вы проповедуете. Только лишь тогда Вы достигнете цель Вашей духовной практики. Поэтому не ленитесь проповедовать. Кто-то подумает, что я буду совершать баджан в одиночестве, но Шрила Прапопада говорит, что это лишь только оправдание Вашей ленности, что Вы думаете, что Вы в состоянии совершать баджан в одиночестве. Нет, Вы должны проповедовать, слушать Харе Кришна, Хоще Бхагаване, прославлять Его и проповедовать Его славу. И так лишь тогда Вы сможете обрести Бхакти и также помочь другим. И с другим Сампрадай. Кто-то сказал о Махарадше. Махарадше, кто-то сказал, я очень не сказал именно кто. Махарадше, Вы не проповедуете, поэтому другие идут в какие-то аппы Сапранда и Сапрадай и начинают заниматься философской спекуляцией и Сахаджией. Поэтому Вы должны проповедовать чистое Бхакти в этом мире. Потому что прямо сейчас все вот эти ложные концепции, они существуют. Вы знаете, в Бенгалии, Вы даже не можете представить, насколько широко распространены вот эти ложные философии, которые полностью оскверняют чистый вошновизм. Потому что преданные не проповедуют. Что же делать? Вы должны проповедовать чистое Бхакти, а иначе весь мир погрузится в невежественную темноту этой философии Аппаса Прадая. Поэтому миссия, сочетание Махапраба, то, что завещает Духовный учитель, то, что он сам совершает, Ивашнава, мы должны продолжать эту миссию, прославлять славу Господа без всякого двуличия. И так же славу Шигуру Ивашнава, как Рукмине, как она написала письмо Кришне. Рукминяна обратилась, «О, Прабу, я никогда не видела тебя, и ты так же меня никогда не встречал. Но каким же образом я обрела такую ништу к тебе? Единственная причина, как дача Нарадариши, он приходил, он рассказывал Катху о тебе. И просто слушая Харикатху от Нарадариши, ты стал неотъемлемой частичкой моей жизни. Просто слушая тебя с помощью процесса Шрауна, слушая тебя точно так же, как западные преданные приезжают во Вриндаван, святые от холма. Кто-то из Бехара приехал, из Пунджаба, Богопад, других мест, Гуджират, Америка, Лондон. Многие, кто приезжает во Вриндаван, каким же образом они приходят сюда, из различных мест. Как же мы приходим сюда? Потому что кто-то из преданных, вы услышали прежде славу Господа от преданного, и таким образом воспользовалось желание прийти во Вриндаван, свершать башен, лишь только слыша, как в Раджи Гопе они прославляют. Причем. Причем. Гопи говорят Тот, кто прославляет Славу Шри Бхагавана Он обретает все самое Благоприятное Тот, кто слушает Самошлама Тетхарани говорит Первое Тала Катха Амрита А второе Татва Дживана Это жизнь Которая горит Как этот огонь, который разрушает Все неблагожелательное в сердце Он сжигает То, кто Поэтому целью Целью является Слушать Аши Бхагаване Не прославляет его Так, например Та Курджи Если они слышат Если вы Если они будут очень довольны служением Если вы Если вы Даже будете молиться Обращаясь Та Курджи Даже если вы будете Молить их о милости Они будут очень довольны Если вы будете прославлять Это также доставить им удовольствие Женщины, которые носят браслеты Когда девушка выходит Замуж Замуж Можешь совершать бажен в одиночестве Как, например, если Если происходит обсуждение Того, как мы можем совершать В одиночестве Например, вот сколько Преданных Находится в храме Живут в матхе Ну, несколько там, может быть Приходят Еще Не так много Можно сказать По сравнению с тем Сколько Сколько людей живет В этом материальном мире Это действительно Очень редко Точно, как, например Прежде Замужества Женщина Девушка Она носит Лишь только Может носить Только один браслет Но когда она выходит Замуж Она уже носит Много браслетов На своих Запястьях На своих Руках Также Потому что Когда она приходит И приходит Она в дом Своей свекрови И что бы она ни делала Вот эти браслеты На ее запястьях И на ее Стопах Они постоянно Издают Звук И тогда И когда она Занимается Домашней работой Они издают Этот звук И муж Слышит Об этом И он очень доволен Моя жена Не сидит на месте Она работает Точно так же Что означает Человечный Оточек Раводиток Курсы Комментарии Объясняют Что мои преданные Которые Прославляют Рассказывают Харикатху И тот Кто обладает Пхавой Определенным Настроением Сердца В служении Господу Что Он совершает Бхакти С особыми Чувствами Пхавой Все Что мы говорим Здесь Это Звук Этих Браслетов Когда мы Плоем Киртан Вместе Это Также Звук Браслетов А Кто Хозяин Этого Храма Это Такурджи И он Видит Что Преданные Вместе Совершают Киртан Слушают Харикатху Совершают Духовную Практику И он Очень доволен Такурджи Обращается О Это Действительно Мои Мои Враджа Гопи И Это Харикатху Она Сравнивается С этим Звуком Браслетов На Которые Носят Замужние Женщины Так же Гаоди Матх Этот Огонь Харикатхи Он Никогда Не Должен Прекращаться Постоянно Должен Происходить Киртан Это Звук Этих Браслетов Которые Всегда Слышат Такурджи Поэтому Вы Должны Следовать Принципам Каждый Раз Каждый День Вы Должны Слушать Харикатху Кришна Сам Лично Говорит Что Природа Моих Преданных Они Не Могут Жить Без Харикатхи Без Киртанов Без Прославления Это Является Частью Составляющей Бхакти Когда Чиллогуру Дэвшан Рэн Махарад Жил Матхури Он Столько Рассказывал Харикатхи Каждый День Он Рассказал Нектарную Харикатху С помощью Которой Бхакти Пробуждалось Сердца Слушать Ари Кришна Ари Кришна На сегодня Не надо заканчивать Наша трансляция Вот Завтра В 7.30 По Индии Также встретимся Кри Кришна Продолжение следует... Редактор субтитров Корректор А.Егорова